Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели! Снова с вами я, Игорь Шаститко, и я снова рад видеть вас на своем канале, где вы сегодня увидите путевые заметки, которые я снимаю с различных уголков нашей Вселенной. Смотрите, дальше будет интереснее. Всем доброго времени суток! Снова с вами я, Игорь Шаститко, и вы видите Вадима Гаевого-Каминского. Она горит там, лампочка. Снимает, да? Это хорошо? Да, у меня... Нормально. Мы же не хотим снимать что-то. Мы сегодня... Туда вы, туда. Обход по той стороне. Мы сегодня... У нас сегодня... Замок покажи китайцев. Да показал же уже вроде. Мы находимся на самом деле в Дрездене, в Цвингере. Сегодня 31 октября 2012 года. У меня день рождения, а у немцев в честь моего дня рождения выходной. Вот. Самый день рождения. Ну, правильно, в честь моего дня рождения. Вот. Вадим вызвался в связи с праздником быть нашим сопровожатым. Большое ему спасибо. Он показал нам Цвингер и музеи в Цвингере. Вот Каминская... Мы решили его пульки. Мы решили его... Каминская, что ты думаешь о музеях Цвингера? Все понравилось, кроме галереи картины. Да. Мы лишний раз убедились в том, что... О, смотри, конячка двухэтажная. Видите, да? Мы лишний раз убедились в том, что музей, где запрещено снимать, фотографировать видео, ничего не стоит интересного, потому что очень такая коллекция. Ну, понятно, картинная галерея, может быть, это круто, но, честно говоря, тебе тронула хоть одна картина? Да, там где цветочки были. Цветочки были, отлично. А мне вот нравятся исторические картины. Вы вот так вот тут пофоткаетесь. Вот. А меня вот отсюда, например, и так далее. А меня, например, тронули только исторические картины, где можно рассмотреть пейзажи, там... Меня тронули фарфор. Фарфор, да? Ну, фарфор был лучше. Короче, если вы ценитель, конечно, картин, вам... Если вы умеете рисовать? Вам, может быть, интересно будет в картинной галерее. А по большому счету у нас картинная галерея особо и не впечатлива. Самое интересное, что нельзя даже ни фоткать, ни перевести табличку. Ничего нельзя. Ухранник, наверное, запишаю. Да. Да, самое интересное, что даже когда я пытаюсь достать телефон и сделать перевод, что-то Вадим там делает. Пытается панораму снять. Пофоткаю Вадима. А мы находимся в Цвингере, да? Что вы представляли? Цвингер – это вот такой вот построенный в стиле барокко королевский дворец. Это резиденция королей, которая содержала как раз картинную галерею, различные другие собрания. Там есть физический салон, математический салон, да? То есть есть салон японский какой-то, бани и тому подобное. И вот мы прогуливаемся по одном из крыльев Цвингера. Опять же, да, откуда пошло название Цвингер и что это такое? Это, представьте себе, ядро крепости. То есть фактически, если перейти туда чуть в сторону, то есть построенный в начале 18, не, начали еще в 17 веке строить, на месте крепости. То есть когда крепость потеряла свое значение, эта крепость была разобрана, соответственно, камни использовались стены, где мы сейчас стоим. Это внутренние стены крепости, поэтому называются Цвингер, да, то есть внутренние стены крепости, обеспечивающие безопасность на охрану. Их перестроили в виде уже стиля германского барокко, как говорят, для того, чтобы обеспечить возможность так мирно, да, вот еще кусок крепостного вала, мирно существовать. Ну, а дальше, что там, дальше проход закрыт, что ли? Точно, проход закрыт. Вот такой вот он у нас, Цвингер, украшенный различными скульптурами и тому подобное. То есть это была Саксония. Кто опять же не знает, Германия была разделена на многие части. То есть Германия состояла из Саксонии, Пруссии, Баварии, кого-то там еще, Гольштине или как оно там называлось, на которое претендовали короли. Или цари российские. Вот он, Цвингер. Итак, все было хорошо до 1945 года. 13-15 февраля, да. То есть город представлял из себя такой, как это называлось его, жемчужина немецкого барокко, да, столица королев. Вот вы видите их, да, видите, все они такие черные, да, копченные и так далее. Это остатки результата пожара. Итак, 1300 бомбардировщиков английских и американских прошлись над городом в общей сумме, высыпав 4 миллиона килограмм бомб. Причем начали это все англичане, сбрасывая на город тонны и двухтонны бомбы, так называемые блокбастеры. То есть штуки, уничтожавшие целые кварталы городов. А поверх этого всего, то есть высыпано было около 700 тонн подобных, то есть 350, грубо говоря, самолетов шло. Вот каждый из них нес по одной или двум таким бомбам. 750 тонн таких бомб, а потом полирнули более легкими, 300 тонн высыпали зажигалок на образовавшиеся развалины. Естественно, все загорелось сразу. Причем бомбили двумя полосами, то есть фактически образовывая ровный квадрат вокруг центра. Это новый принцип, выработанный гуманной американской и английской военщиной в то время, да, то есть уничтожение городов. Фактически это вызывало так называемый фаерсторм, огненный шторм, обеспечивающий пожар, который сам себя поддерживал. В результате примерно 40 квадратных километров, то есть это фрагменты, ну представьте, 7 на 6 километров, что и представлял из себя старый город, был полностью выжжен. Потом американцы полирнулись на следующий день, еще раз полирнули, то есть всего 1300 самолетов, как я говорил, 4 миллиона бомб было сброшено. То, где мы сейчас находимся, все сгорело, полностью выгорело, да, то есть город полностью выгорел, местами в пожаре достигал температуры до 1500 градусов. То есть центр города превратился в руины, плавились камни, а люди, которые пытались укрыться в бомбоубежищах, просто задыхались из-за того, что такая стена огня просто вытягивала весь кислород из воздуха, да, то есть как бы из атмосферы. И в результате это образовалось не просто, да, то есть а гигантский костер, который тянул еще, прямо как ураган тянул другие вещи, там людей прямо затягивал, кто находился близко костру. В результате город был полностью уничтожен, когда я был здесь в 2001 или в 2003 году, я не помню когда, здесь еще были руины. И остальное, поскольку Дрезден отошел к советской части, остальное как бы было оставлено как напоминание руины, но их потихоньку, как я понимаю... Вадим, отстроили, да, центр уже? Центр отстроили, мы еще сходим туда, но в основном, как вы видите, все было застроено в такой социалистической стиле. И сейчас Дрезден, это город широких таких улиц, даже, я бы даже сказал, не просто улиц, а лужаек, на которых стоят отдельные дома или микрорайончики небольшие такие. Осталось вот, где стоп, а чего здесь стоп? Ну, хочу заходить вот здесь, стоп. Да? Когда ты это, закрыл глаза, когда я говорю, открываешь, понял? Закрыл. А здесь? У меня не сильно испуганные глаза. Так что немцы приложили массу усилий, чтобы восстановить город, но, увы, жемчужина немецкого барокко осталась потерянной навсегда, да. Здесь красиво, потому что, на то, чтобы восстановить свингер, понадобилось много лет. Кстати, в 2001 или 2002, как раз когда я был, было наводнение и затопило... Вот здесь была вода, я помню. Стало красиво, закрыл глаза. О, офигенно. Так, закрыл. Открывай. Вот. Здесь была, я вспомнил, вот здесь была вода в центре. Вот здесь, я еще думал, что это пруд. А прудик там маленький. А вот это все было еще затоплено, когда я здесь был. Машины плавали в воде, да. То есть, как бы, свингер еще раз пострадал от наводнения, но уже не так, конечно, как англо-американских захватчиков. Они оправдывались тем, что это был большой коммуникационный узел, ведущий на, как я там, на восток. Для транспорта было большое количество здесь предприятий, но в реальности промзона и транспортный узел находились вне центра города. То есть, это обычный был террористический удар, как и по другим городам. Потом также был разбомблен и Ляйпциг, и так далее. То есть, скорее всего, две цели, да. То есть, запугать людей, поставить людей на колени и плюс ко всему прочему, еще и оставив после войны в той зоне, которая, понятно, отходила к Советскому Союзу, автоматические руины. Ну, вот они, старые улочки города. Это уже новодел, хочу я сразу сказать. Вы их увидите, да. То есть, как бы, это все потеряло. То есть, представьте, что это все было в леплине, в орнаментах и тому подобное. Вон там вот черные куски, это то, что действительно сохранилось, выгоревшее. Ну, их потихоньку реконструировали. А вот это, я так понимаю, мостик. Вадим, это вот этот мостик? Да, да. А где резиденция короля жилые покои? С этой стороны были, да? С этой стороны резиденция, с этой... Ратуша, да. То есть, смотрите, вот мы стоим здесь, да. То есть, как бы, здесь резиденция короля. Там была ратуша и, соответственно, кирха. И вот этот вот мостик, это был переход, чтобы король не выходил на улицу, чтобы его случайным образом не подстрелил снайпер из арбалета. Ну, и дальше там пешеходная зона или зона с ограниченным движением. Как вы видите, вот мы прогуливаемся. Вот здесь вот в Сингере набор порцеляна, как это, фарфора. Поэтому можете заходить, посмотреть. А там в центральном входе находится картинная галерея. Но опять же хочу сказать, что картинная галерея, ну, меня не впечатлила. То есть, ну, да, Сикстинская Мадонна. Ну, и что? И в чем ее глубинный смысл? Непонятно. Вот. Ну, а мы будем спускаться вниз. Вы здесь не хотите сфоткаться? И пойдем сразу вниз на театральную площадь. Мы будем уже спускаться вниз. Еще раз давайте глянем на Цвингер. То есть, видите, такая была крепость. Потом отстроили. Из плаца превратили в такой парк с красивыми... Вот такое вот. Вот оно. Тут часть идет реконструкции. Тут еще должна быть оружейная палата. Но мы пришли, и было написано, что, чуваки, облом. Вы не дойдете до оружейной палаты, потому что она закрыта. Кстати, вот в Дрездене даже, оказывается, есть мечеть. Не знал, что там есть такая громадная мечеть для... Сейчас Каминская. Сделает пару фоток. А мы пойдем дальше. Пойдем вниз, да? А! Самолет Дрезден. Я пошел вниз сюда за угол и вниз, да? Мы пойдем вниз. Потом постараемся прогуляться по старой площади. Но поверьте, то, что было раньше на старом рынке, площадь старого рынка, которая там была рядом с еврейским кварталом и так далее, этого уже ничего не осталось. То, что смогли новодел отстроить, отстроили. Театр тоже подвергся разрушению, его восстановили. Видите, вот эти вот черные-черные фигуры, это все то, что было в огне, в дыму, в копоте и так далее. 200 тысяч человек, да, я забыл. То есть говорили, что это как бы крупный транспортный узел, крупный промышленный узел, но удар почему-то пришелся не по транспортному. Вы представьте, 4 миллиона килограмм бомб скинуть на транспортный узел, от него бы ничего не осталось. Но разбомбили почему-то именно город, центр города, а не транспортный узел и предприятия, которые были разнесены по частям. Кстати, немцы во время войны использовали весьма и весьма интересный принцип. Вот я рассказывал в Deutsche Museum, в его части, которая посвящена авиации, про то, что называется самолетами братьев... Господи... Хортен, да, то есть как бы... И они строили реактивные самолеты, которые назывались ГОТА. Почему ГОТА? Это была так называемая ГОТА-фабрик. Этот ГОТА-фабрик был маленькой фабрикой, которая произойдет чуть ли не велосипеды, да, то есть как бы, соответственно, немцы делали что? Они собирали некоторые части вместе на мелких-мелких-мелких фабриках, распределяя, тем самым удары даже по крупным городам или по крупным производственным центрам не приносили, ну, не имели смысла, потому что не было там такого производства. Видите, даже вот на левом берегу свирепствовал пожар, видите, обгоревшую колокольную. Ну и здесь мы видим уже Дрезденский оперный театр. Такой вот он замечательный. Памятник их любимому Августу. Третьему, по-моему, люди кушают. Вот такая вот симпатичная площадь. Грам-тотель. Тачен-плат. Ну, а вот театр-плат. Здесь оперный театр. Не знаю, делать ли панораму или не делать, а вот тот мужик, который... Обойдем мы его потретируем, который мешал мне снимать. Оказывается, в галерее... Не, это самое, нельзя снимать даже на камеру. То есть, я понимаю, что вспышки вредят, да? То есть, когда люди фоткают вспышки и так далее и тому подобное. Но почему же нельзя снимать на вот такую классную камеру, как у меня, да? То есть, что там настолько... Как это? И авторские права, так авторских прав тоже вроде нет. Почему? Потому что все, кто нарисовал картины в 1600 году, они уже давно умерли. А если они выставлены на публичный показ, то о каких авторских правах? 170 градусов. 170 градусов. Это выглядит, как часть циркла. Это круто для музея. Но не для Дрезден Гиллери. Они там вон фотографируются. Ну что ж, Дрезден, вот их основная кирха, забыл, как она называется, куда, собственно говоря, ходили короли. Вы видите, их уже в восстановленном практически первозданном виде. Кирхи отстроили качественно. Причем вопрос о том, чтобы оставить или не оставить цвингер целым, тоже решался путем голосования. То есть, здесь планировали построить типа а-ля монумент уничтоженной, типа войне, такой цивильной собственности. Ну а вот мы уже подходим и к театру. Хочу напомнить, дальше мы пойдем на берег Эльбы, там Эльба, Эльбаш, по-моему, да. Пойдем на берег Эльбы, где прогуляемся по старым улочкам. Если мы найдем действительно что-то качественное, вот цвингер с другой стороны, видите, обыкновенный такой вот замок. Если мы найдем что-то интересное, внимание, то есть на улице, я обязательно это сниму. И еще мы планировали зайти в музей техники. Музей техники надо еще найти, я не помню, где его дели. А уже 15 минут второго, то есть день рождения стремительно сокращается. Надо же еще и выпить в честь своего дня рождения-то. Там вот в улочках старого города, я помню, в тех сохранившихся, которые ближе к воде подходили, можно поесть корривюрстов, попить пиво, попить глювайна и так далее. Каминская не идет что-то. Давайте быстрее! Ну, это был я, Игорь Шестидко, из Дрездена, Театр Плат, Цвингер, солнце хорошее, да, где солнце было вчера, когда мы гуляли по музею паровозов. Кто это? Театр оперный, Курфюст, Август 3, да, по-моему. И, соответственно, церковь еще наверх можно подняться. Но поскольку сегодня выходной день, я так понимаю, что подняться туда не получится. Меня любимого с днем рождения! Кто хочет, может поздравить в комментах, кто хочет, может добавить себя в подписчики, кто хочет, может добавить себя в друзья, и там поздравить, на фейсбуке, я имел в виду в твиттере, и тому подобное. Поздравления принимаются. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Это был я, Игорь Шестидко, и мои путевые заметки, в данном случае, из поездки по Германии, с Дрездена, Цвингер, оперный театр. Вот смотри, вот слева церковь, справа резиденция, и вот там между ними тоже мостики. Да? Ну ладно, вот, оказывается, вот эта резиденция, вот эта церковь, и между ними мостик. Но я уже сказал, что мы пойдем на набережную, а потом с набережной пойдем дальше побухать. Да не хочу я фоткаться, ну что тут, ну, оперный театр, и так далее. Все, всем счастливо, это был я, Игорь Шестидко, увидимся, удачи всем!